Второй час дня Не нарушает ни смех дам Ни стук входной стеклянной двери Ни беготня мальчиков Посреди магазина стоит Поленька Дочь Марии Андреевны Содержательницы модной мастерской Маленькая, худощавая блондинка И ищет кого-то глазами К ней подбегает чернобровый мальчик И спрашивает, глядя на нее очень серьезно Что прикажете, сударня? Со мной всегда Николай Тимофеевич занимается А приказчик Николай Тимофеевич Стройный брюнет, завитой, одетый по моде С большой булавкой на галстуке Уже расчистил место на прилавке Вытянул шею и с улыбкой глядит на Поленьку Пелагея Сергеевна, мое почтение, пожалуйста А, здрасте, Николай Тимофеевич Видите, я опять к вам Дайте мне агроманту какого-нибудь Для чего он, собственно? Для лифчика, для спинки Одним словом на весь гарнитурчик Сию минуту Николай Тимофеевич Кладет перед Поленькой Несколько сортов агроманта Та лениво выбирает И начинает торговаться Помилуйте, рубль вовсе недорого Это агромант французский Восьмигранный Извольте, у нас есть обыкновенный Весовой Тот сорок пять копеек Коршин Это уж не то достоинство Помилуйтесь Мне еще нужен стеклярусный бок С агромантными пуговицами Говорит Поленька Нагибаясь над агромантом И почему-то вздыхает А не найдутся ли у вас Под этот цвет Стеклярусные бомбошки Есть стеклярусные бомбошки Поленька еще ниже Нагибается к прилавку И тихо спрашивает А зачем это вы Николай Тимофеевич В четверг ушли от нас так рано Странно, что вы это заметили Вы так были увлечены Господином студентом, что странно Как это вы заметили Поленька вспыхивает И молчит Приказчик с нервной дрожью в пальцах Закрывает коробки И без всякой надобности Ставит их одна на другую Проходит минута в молчании Мне еще стеклярусных кружев Говорит Поленька Поднимая виноватые глаза На приказчика Каких вам? Стеклярусные кружева По тюлю черные Цветные Самая модная отделка А почем они у вас? Черные от 80 копеек А цветные на 2 рубля 50 копеек А к вам я больше Никогда не приду Почему, Николай Тимофеевич? Почему? Очень просто Сами вы должны понимать С какой стати Мне себя мучить Странное дело Не что мне приятно Видеть, как этот студент Около вас разыгрывает роль Ведь я все вижу и понимаю Самой осенью Он за вами ухаживает По-настоящему И почти каждый день Вы с ним гуляете А когда он у вас В гостях сидит Так вы в него Впившись глазами Словно вангела какого-нибудь Вы в него влюблены Для вас лучшего человека Нет, как он Ну и отлично Нечего и разговаривать Поленька молчит И в замешательстве Водит пальцем по прилавку Я все отлично вижу Какой же мне Аризон к вам ходить У меня самолюбие есть Не всякому приятно Пятым колесом ввозу быть Чего вы спрашивали-то? Мне мамаша много Кое-чего велела взять Да я забыла Еще плюмажу нужно Какого прикажете? Получше Какой модней Самый модный Теперь из птичьего пера Цвет, ежели желаете Модный теперь гелятроп Или цвет канак То есть бордос желтым Выбор громадный К чему вся эта история Клонится? Я решительно не понимаю А вы вот влюбившись А чем это кончится? На лице Николая Тимофеевича Около глаз Выступили красные пятна Он мнет в руках Нежную пушистую тесьму И продолжает бормотать Выображаете за него Замуж выйти, что ли? Ну, насчет этого Оставьте ваше воображение Студентам запрещается Жениться Да и разве он к вам Затем ходит Чтобы все честным образом Кончить? Как же? Ведь они Студенты эти самые Нас из людей не считают Ходят они К купцам Дагматисткам Только за тем Чтобы Над необразованностью Посмеяться И пьянствовать У себя дома Да в хороших домах Стыдно пить Ну, а у таких Простых Необразованных людей Как мы Некого им стыдиться Можно и вверх ногами Ходить Да-с Так какого же Возьмите Пелакея Сергеевна Ежели он За вами ухаживает И в любовь играет То известно Зачем Когда станет Доктором Или адвокатом Будет вспоминать Эх Была у меня Скажет Когда-то Блондиночка Одна Где-то Она теперь Небось И теперь Уж там У себя Среди студентов Хвалится Что у него Мадисточка Есть на примете Поленька Садится на стул И задумчиво Глядит на гору Белых коробок Нет уж Я не возьму Плюмажу Пусть сама Мамаша берет Какого хочет А я ошибиться Могу Мне вы дайте Шесть аршин Бахромы Для дипломата Что по сорок Копеек аршин Для того же Дипломата Дадите пуговиц Кокосовых С насквозь Прошивными ушками Чтоб покрепче Держались Николай Тимофеевич Заворачивает ей Бахромы И пуговиц Она виновата Глядит ему в лицо И видимо ждет Что он будет Продолжать говорить Но он Угрюмо молчит И приводит в порядок Плюмаж Не забыть бы еще Для капота Пуговиц взять Говорит она После некоторого Молчания Утирая платком Бледные губы Каких вам Пелагея Сергеевна Для купчихи шьем Значит дайте Что-нибудь Выдающееся Из ряда Обыкновенного Да Я знаю Николай Тимофеевич Что со мной Делается За спиной Николая Тимофеевича Прижав его К прилавку Протискивается Солидный Приказчик С бакенами И сияя Самую Утонченную Галантностью Кричит Будьте любезны Мадам Пожаловать В это отделение Кофточки Джорсе Имеются Три номера Гладкая С утажет И со стеклярусом Какой вам прикажете Одновременно Около поленьки Проходит Толстая дама Которая говорит Густым Низким голосом Почти басом Только Пожалуйста Чтобы они Были без шивок Отканные И чтоб Пломба была Валенная Делайте вид Что товар Рассматривайте Шепчет Николай Тимофеевич Наклоняясь К поленьке И насильно Улыбаясь Вы Бог с вами Какая-то бледная И больная Совсем из лица Изменились Бросит он вас Пелагея Сергеевна А если женится Когда-нибудь То не по любви А с голода На деньги ваши Польстится Сделает себе На приданой Приличную Обстановку А потом Стыдиться Вас будет От гостей Товарищи Будет вас Прятать Потому что Вы необразованные Так и будет Говорить Моя Кувалда Разве Вы можете Держать себя В докторском Или адвокатском Обществе Вы для них Мадиск Невежественное Существо Николай Тимофеевич Кричит кто-то Улыбаясь И с превеличенной Развязанностью Приказчик Быстро Ведет Полинку К корсетному Отделению И прячет Ее от публики За высокую Пирамиду Из коробок Вам Какой Прикажете Корсет Громко Спрашивает он И тут же Шепчет Утрите Глаза Мне Мне в 48 Сантиметров Только Пожалуйста Она просила Двойной С подкладкой С настоящим Китовым усом Мне поговорить С вами нужно Николай Тимофеевич Приходите Нынче О чем же Говорить Пелагея Сергеевна Не о чем Говорить Вы один Только Меня любите И кроме вас Не о с кем Мне поговорить О чем же Нам говорить Говорить Не о чем Ведь Пойдете С ним Сегодня Гулять Пойду Ну так О чем же Тут говорить Не поможешь Разговорами Влюблены Ведь Да Да Шепчет Нерешительно Поленька Из глаз Ее Брызжут Крупные Слезы Какие же Могут быть Разговоры Никаких Разговоров И не нужно Утрите Глаза Вот и Все Я Я Ничего Не желаю В это Время К пирамиде Из коробок Подходит Высокий Тощий Приказчик И говорит Своей Покупательнице Не угодно ли Прекрасный Эластик Для подвязок Не останавливающий Крови Признанной Медициной Николай Николай Тимофеевич Загораживает Поленьку И стараясь Скрыть Ее И свое Волнение Морщит Лицо В улыбку И громко Говорит Есть два сорта Кружев Сударня Бумажные И шелковые Ориенталь Британские Валенсиен Кроше Торшон Это бумажные А Рококо Сутажет Камбре Это шелковые Ради Бога Утрите слезы Сюда идут И видя Что слезы Все еще текут Он продолжает Еще громче Испанские Рококо Сутажет Камбре Чулки Фельдикосовые Бумажные Шелковые